Бюллетень заполняет и председатель Бобруйского городского совета депутатов. Михаил Желудов пришел на участок в 10 утра. Избиратель убежден, долг каждого белоруса сохранить, что имеем, и развиваться дальше. Сегодня, я думаю, что большинство белорусов сделают правильный выбор. Независимо от того, какие мнения, какие взгляды, мы решаем будущее страны на избирательном участке. Ни на улицах, ни на площадях это происходит непосредственно на каждом избирательном участке. На этом участке 2566 избирателей. Досрочно проголосовали почти половина – 1138 горожан. 14 человек сделали свой выбор впервые. Есть и те, чье чувство гражданского долга заслуживает аплодисментов. Пришла бабушка, которая 100 лет. Она решила сама прийти сюда, не голосовать на дому, как бы проявить, отдать свой голос за кого считают нужным. Здесь для избирателей подготовили зону отдыха. Сразу после голосования можно перекусить. Во дворе детского сада стоит автолавка. Здесь можно приобрести продукцию местных производителей. Пиццу, колбасные изделия, прохладительные напитки. Наценка минимальная. Попробовать угощение можно тут же. От солнца спасает навес. Для удобства – столы и стулья. Дегустацию проводит Бобруйский мясокомбинат. На пробу предлагает сразу шесть сортов местного бренда. Есть возможность приобрести деликатес со скидкой. Как вам дегустация? Расскажите ваши впечатления. Если бы не попробовала, не купила бы. Очень вкусная колбаса. Свою гражданскую позицию выражает и глава администрации Первомайского района. Виталий Власевич убежден, проголосовать за достойного кандидата и любимую Беларусь – дело чести. Сегодня каждый белорус делает выбор. Выбор будущего своей страны. Выбор будущей своей жизни. Поэтому участие в голосовании – это не только конституционный долг. Я считаю, что это обязанность каждого из нас. Потому что именно сегодня мы определяем дальнейшее развитие нашей страны. В колледже имени Ларина на 92-м участке трудится 6 волонтеров. Дежурят посменно, каждый по 4 часа. Встречают избирателей, помогают пожилым подняться по ступенькам и пройти до участка. Следят за соблюдением санитарных норм. Чтобы не было массового скопления людей в зале, соблюдалась дистанция, хватало до средств. В мои обязанности входит протирание ручек. После людей. Просить людей, чтобы люди обрабатывали свои руки, конечно же. На выборах 2020 позаботились и о голосующих с ограниченными возможностями. Проложены дорожки безбарьерной среды, есть пандусы, кнопки вызова помощи. На территории участка все достаточно просторно. Может всегда любой желающий проголосовать. Кабинки установлены таким образом, что отсутствует нижняя планка, достаточно хорошее освещение, удобный стол на уровне сидящего человека. Кирилл Кузьмич среди тех, для кого эта электоральная кампания стала первой. 9 августа 2020-го парень запомнит сразу по двум поводам. Выборы президента и 18-й день рождения. Юноша дает свой голос и принимает поздравления. Сладкие памятные подарки вручает Союз молодежи. Мне кажется, это какой-то символ. То есть первое голосование, первое, только наступило в следующем лете. Это имеет какое-то значение. Поздравили меня. Очень приятно, что все помнят, что сегодня первый голос, день рождения. Спасибо большое. В этом году в политической кампании впервые принимают участие 1595 бабручан. На участках в этот день появляются и директора предприятия. На 10-м наряду с другими горожанами свой выбор сделал руководитель славянки. На кону будущие страны, уверяет Тимур Азбачарашвили. Очень важно сегодня выбрать путь за стабильность государства. Потому что нам и хватает сейчас внешних факторов, которые и так осложняют нашу жизнь. Для кого-то день выборов – повод понастальгировать. Кстати, цены тоже приятные. Атмосфера музыка играет. Вспоминаются это с молодостью. Мы за это болеем и хотим, чтобы наши дети и внуки жили в развитой Беларуси. Чтобы это был для них родной дом и, естественно, процветал. Что для вас еще значит день выборов? Мы хотим, чтобы наша Беларусь процветала, чтобы у нас все было хорошо. Голосуем за процветающую, спокойную, независимую Беларусь. Мария Пересневич, Николай Силков, Андрей Богдан, Дмитрий Шевцов, Максим Галеонко. Итоги недели.